Друзья, привет! В этом видео мы с вами поговорим о тех сложностях и каких-то нюансах, которые могут возникнуть у вас на пути. Первое, что мне хотелось бы, чтобы вы поняли, это то, что онлайн-школы — это бизнес, а вы становитесь предпринимателем. И несмотря на то, что онлайн-школы — это бизнес, который более простой, чем ресторанный бизнес или какой-то там другой оффлайновый бизнес, где у вас есть офис, где надо постоянно зарплату платить сотрудникам, это все равно бизнес. Все равно нужно действовать, все равно возникает ситуация неопределенности, все равно возникают какие-то моменты, которые как-то надо изучать, решать. Возможно, вам придется стрессовать, возможно, вам придется тревожиться. Возможно, у вас этого не было в жизни, где вы работали с 9 до 6 на работе какой-то, а теперь у вас это появляется. И у нас есть люди, которые начинают, что вот, блин, в моей жизни появилась тревога и так далее. Ну, в какой-то степени тревога для предпринимателя — это нормально, и стресс для предпринимателя тоже — это нормально. Если вы к этому не готовы, значит, вы не готовы ни к какому бизнесу, и к онлайн-школе тоже. Это вот важно, чтобы вы понимали. Предприниматель — это человек, который действует в полной неопределенности. И несмотря на то, что мы даем вам шаблоны, поддержку кураторов, мы, в принципе, разделили создание этого бизнеса на конкретные блоки, даем конкретные схемы и так далее, вариативность, она все равно присутствует. То есть будут какие-то моменты, которые, возможно, у вас будут вызывать вопросы. И это нормально, что вы будете их исследовать, вы будете эти вопросы задавать. Вам нужно быть в активности. Если вы не примете решение быть проактивными, быть активными, добиваться того, чтобы вот тот вопрос, который у вас есть, он был удовлетворен, и не сливаться как минимум на этом, то у вас повышается шанс результата. То есть вы предприниматель, это бизнес. Возможно, у вас появятся какие-то там разные другие проблемы. Возможно, где-то вам не захочется действовать, возможно, где-то вы будете унывать. Мы вообще считаем, что главная проблема предпринимательства – это уныние. То есть это когда ты вот вроде такой весь заряженный, и вы сейчас, скорее всего, так очень позитивно настроены, но потом, возможно, может случиться где-то ситуация, что вы будете уже не так позитивно настроены, что-то вы там запустили лендинг, к примеру, с каким-нибудь подрядчиком, и подрядчик слился, и, например, там какая-то ситуация не самая хорошая произошла. И это может произойти такое. И вы будете расстроены, вы будете думать, блин, это не для меня, это тяжело, это и все такое, у меня никогда не получится. И это опасность, это очень большая такая сложность, потому что здесь вы можете сами себя потерять. Но мы можем вас потерять, вот как участника заряженного, активного, бодрого. Так и вы сами можете себя потерять на этом этапе. И мы вообще считаем, что уныние – это такая болезнь, это вирус. И с этим вирусом мы боремся разными способами. То есть вам нужно, с одной стороны, как-то запросить поддержку у психолога нашего, у которого акселераторы есть специально на эти случаи. И также у нас есть сообщество, которое очень активно помогает, вовлекает и так далее. И, с одной стороны, это такая некая сложность, потому что, в принципе, мы считаем, что единственная причина, по которой у вас может что-то не получиться, это если вы впадете в какую-то форму уныния. Потому что первый шаг – это как-то там поворчать, что вот, что-то там не получилось. Второй шаг – это упасть в уныние. Третий шаг – это погрузиться в депрессию. И это чревато тем, что может возникнуть какое-то вообще физическое заболевание. Поэтому, если у вас возникает уныние, очень важно погружаться в наше сообщество. Очень важно общаться с людьми. Мы специально сделали оффлайн-встречи, специально сделали разные геймификации, онлайн-механики, чтобы вы как можно больше общались, как можно больше были погружены в среду. И вот сообщество – это на самом деле, вот мы так считаем, это наш главный ресурс. То есть это самое, наверное, важное и главное в акселераторе, поэтому очень важно, чтобы вы этим пользовались. И давайте договоримся, что если у вас возникают какие-то случаи уныния, вы, а, первое – это контактируете с психологом, пытаетесь что-то с этим сделать. Второе – вы как-то соединяетесь с сообществом, пытаетесь себя как-то вернуть в нормальный такой рабочий режим. Потому что если вы долго в этом времени проводите, то вероятность того, что вы из этого сможете выбраться, она становится очень маленькой. И просто пообещайте сами себе, что вы ставите цель быть максимально вовлеченным в сообщество, быть максимально социальным. Да, вы, может быть, такой интроверт, который пришел создавать онлайн-школу, чтобы не общаться с людьми. И это может быть для вас такая выгода. Но все равно, к сожалению или к счастью, вам придется общаться с людьми для того, чтобы просто соблюдать свое хорошее, нормальное эмоциональное состояние и не сливаться. Потому что будут разные ситуации, и это нормально. Потом еще один момент. Вы, участвуя в нашем сообществе, будете соприкасаться с владельцами онлайн-школ, которые уже делают миллион оборотов или миллион прибыли, или даже много миллионов прибыли, которые уже живут той жизнью, которую вы хотели бы жить. И очень важно, чтобы вы поставили такую внутреннюю цель сами для себя, чтобы один или два или несколько людей, у которых есть уже онлайн-школы зрелые, они бы попали в ваш хотя бы такой первый или вторичный круг. Чтобы вы с ними хотя бы с какой-то регулярностью встречались, общались, ну, желательно, что-то бы делали вместе. Потому что вот когда вы познакомитесь с людьми, на которыми вы хотите стать похожими, и вы сможете сделать так, что это будут ваши друзья, то вероятность вашего результата становится гораздо выше, и вас просто начинает выталкивать естественным образом. Ну, есть вот это вот, да, такое некое правило, формула, что вы есть среднеарифметическое вашего окружения, и по доходам вы тоже равны среднему арифметическому вашему окружению. Поэтому мы в Акселераторе много уделяем внимания тому, чтобы приглашать к вам каких-то успешных людей, у которых уже есть онлайн-школы, которые уже зарабатывают немало. И ваша задача с ними как-то максимально законнектиться, быть вот максимально им полезными, подносить им чай, принести им печеньки, еще что-то. То есть куда-то, может быть, подвезти, если они там приехали без машины, например. Ну, то есть быть максимально полезными, максимально стараться задружиться. Это важно для вашего успеха, для вашего результата. И я прям прошу, что если вы чувствуете в себе вот эти некие социальные силы, прям поставьте цель, что вот в вашем окружении появится несколько таких людей. За год это сделать абсолютно реально, потому что встречи у нас происходят с такими людьми регулярно. И проще всего это сделать, конечно, на выездных мероприятиях, таких, например, в Бали или где-то там на Черном море. Ну, у разных пакетов это входит или не входит. Вы можете там докупить, если у вас это не входит, например. Но вот проще всего познакомиться, когда вы в какой-то неформальной обстановке. И вот давайте договоримся, что вы такую цель себе ставите. И касаемо уныния тоже давайте договоримся, что если кто-то из вашего окружения, из сообщества, вы видите, что впал в какое-то уныние, там, неприятное состояние, вы сделаете все возможное для того, чтобы его оттуда вытащить. Напишите ему какие-то подбадривающие слова, сделайте, ну, какие-то ему комплименты или еще что-то. С ним, может быть, созвонитесь, вкачайте в него энергию. Очень важно вот это вот такое некое внутреннее намерение вкачать энергию в своего такого некого соклановца, партнера. И тогда и к тебе тоже это вернется. То есть тоже другой человек захочет вас как-то поддержать на этом пути. И это очень важно. Потому что бизнес – это очень такая среда разная. То есть бывает легко, и все прет, и все получается. А бывает вот все получается, да, это на пике, а потом начинает там, это не получаться, подрядчик слился, здесь конверсия упала, сервер упал и так далее. И это для неподготовленного человека может быть очень жесткий стресс. То есть для кого-то может быть легко, для кого-то может быть нелегко. А иногда может быть так, а иногда может быть так. То есть может быть по-разному. И это нормально, что по-разному. И это нормально, если вы будете испытывать разные эмоции. И вы должны быть к этому готовы, потому что это предпринимательство. И вы должны тоже понимать, что ваш самый главный актив в акселераторе – это человеческая такая поддержка. Да, у вас есть формулы, шаблоны и так далее, но у вас есть классное сообщество, и у вас есть очень крутые кураторы, которые могут тоже вас вовремя поддержать и наставить на правильный путь, на правильную дорогу. Мы считаем, что создать онлайн-школу – это примерно как научиться кататься на велосипеде. Вот ты решил, поставил себе цель научиться на велосипеде кататься. Ты сел на него, поехал, упал, и ты про себя решил, что, блин, велосипед не работает. У меня не получилось, все, ничего не работает, никто не может, это все обман, развод и так далее. А может быть другая ситуация, что ты попробовал раз, упал, поцарапался, попробовал два, упал, поцарапался, попробовал три, у тебя получилось. Получилось сначала плохо, потом лучше, потом лучше, потом лучше, а потом ты уже едешь, и тебе никто не нужен. И прошло 6 лет, и ты снова садишься на велосипед и уже едешь, даже снова не обучаясь. Вот онлайн-школа — это примерно то же самое. То есть здесь надо пробовать столько раз, пока у вас не получится. Есть ли здесь какие-то элементы, которые зависят прямо от того, что вы какой-то талантливый или неталантливый? Я таких элементов не вижу. Лендинг, к примеру, это простая формула. Продающий мастер-класс — это простая формула. Если вы находитесь во внутреннем состоянии, что у вас может получиться или может не получиться, то это очень некорректное уже внутреннее состояние на самом старте. Потому что нет конкретных моментов, где может не получиться. Потому что каждый элемент онлайн-школы разложен, во-первых, по формуле, а во-вторых, все в этой формуле, даже если, к примеру, мы берем мастер-класс продающий, и у вас может быть идея о том, что человеку, который выступает, нужна харизма. Вы, например, выступать не умеете, эксперт выступать не умеет, ни у кого из вас харизмы нету, то можно, к примеру, взять ведущего. Можно сделать продающий мастер-класс мультиэкспертным, и экспертов записывать через видео. И там уже не будет потребности, чтобы у вас или у экспертов была супер-харизма. То есть каждый элемент онлайн-школы может выполнить абсолютно каждый. У кого хватит достаточно энергии, и кто приложит достаточно усилий для того, чтобы пройти все модули. Некоторые из вас сейчас находятся во внутреннем состоянии, типа получится у меня или не получится, в состоянии попробовать. То есть очень важно, с каким намерением вы входите в годовую программу, потому что намерение должно быть идти до результата во что бы то ни стало. То есть будет хорошо и легко – окей, будет нелегко и как-то какие-то трудности – тоже окей. То есть ситуации могут быть разные, но вы должны находиться во внутреннем состоянии. Я иду до результата, я делаю результат. Будет этот результат через два месяца – хорошо, через четыре месяца – хорошо, через шесть месяцев – хорошо, через девять месяцев – хорошо. То есть будет результат любой ценой, но тогда, когда вот он будет. Другой момент касаемо талантов. То есть у вас может быть внутреннее ощущение, что вот я недостаточно хорошо общаюсь с людьми, или недостаточно хорош в управлении людьми, или технически мне тяжело, поэтому я не справлюсь, или что-то, что вот какой-то бред у вас в голове, который может мешать вам запускаться. Здесь мне хочется дать вам такое напутствие и рассказать о том, что мы наблюдаем. Потому что мы наблюдаем очень разные ситуации. Мы видим, что в принципе любой человек, у которого есть достаточно энергии, мотивации и такой вот, скажем, нацельности на результат, он может создать свою онлайн-школу, даже если у него нет какой-то харизмы, он не умеет круто выступать, он не умеет круто управлять людьми и так далее. То есть это все определенный набор навыков, которые можно освоить. И даже если природно у вас чего-то не хватает, вы всегда можете привлечь человека, у которого этот навык, например, есть. В этом и прелесть онлайн-школы, что в принципе мы с вами выстраиваем систему. Мы не делаем бизнес, который зависит на одном каком-то эксперте, на его талантах или на еще чем-то. Мы всегда можем сделать мультиэкспертную школу, в которой есть группа людей, которые обучают. Если там ваш эксперт плохо выступает, если вы плохо выступаете и некому проводить продающий мастер-класс, если чего-то у вас не хватает, всегда есть люди, которые могут этот пробел закрыть. В этом и есть главная прелесть создания системы, и особенно система, которая построена на автовебинарных продажах. Поэтому моя к вам следующая просьба, это сейчас просмотрите на какое у вас внутреннее состояние. Если вы идете с намерением, попробую, получится, не получится, да, вот так вот, то вероятность того, что у вас не получится, она довольно высокая. Но если вы сейчас формируете намерение, что я иду до результата, во что бы то ни стало, я сделаю результат, во что бы то ни стало, несмотря на любые трудности, то вероятность вашего результата повышается в разы. Это, знаете, вот это вот как некое первое впечатление, которое изменить достаточно трудно. То есть то внутреннее состояние, с которым ты заходишь в какой-то процесс, и особенно это важно в бизнесе, то это внутреннее состояние окрашивает весь дальнейший процесс очень сильно. И если вы заходите вот с позиции попробовать, то и как бы и вы действия делать тоже не сможете. Поэтому идите в годовую программу с намерением, что вы идете до результата и будете делать действия вне зависимости от тех ситуаций, которые будут происходить. Будет хорошо, легко, окей. Будет не очень хорошо, не очень легко, тоже окей. Сообщество вам в поддержку, кураторы вам в поддержку, уроки вам в поддержку. 77 человек работает над тем, что бы у вас получилось. Это достаточно много людей. Поэтому нам искренне хочется, чтобы у вас был результат. Мы все сделаем со своей стороны, но важно, чтобы вы потрудились тоже. У нас есть такие некие два образа виртуальных персонажей, которые могут вам просто дать вот это некое ощущение. Такой некий успешный Иван и неуспешный Василий. К примеру, с ними могут происходить одинаковые абсолютно ситуации, но эти люди реагируют абсолютно по-разному. К примеру, случается что-то, что там подрядчик, к примеру, взял деньги, не выполнил работу и сейчас. Это неприятная ситуация в бизнесе. От нее можно и нужно страховаться и так далее, и выбирать более грамотно подрядчиков. Но мы работаем с людьми, и такое может случиться. Один принимает это как правильный сигнал и более ответственно начинает относиться к тем деньгам, которые он тратит, и к тем рекомендациям, которые он собирает найти подрядчиков. А другой, соответственно, унывает и перестает делать, и начинает всех вокруг обвинять. Начинает говорить другим, что вот, бизнес не работает, это не получается, все подрядчики фуфлоют, здесь кидают и так далее. И вот падать в уныние и здесь вот как бы пить вот этот вот нектар страдания. Другой просто продолжает делать действия. И с тем, и с тем могут происходить эти ситуации, но реакции разные. И, соответственно, вероятность успеха здесь, конечно, больше в этих ситуациях. Касаемо первоначальных бюджетов. У некоторых из вас есть иллюзия, что обязательно нужны деньги. Есть у нас достаточно много уже примеров того, что запускаться можно без первоначальных бюджетов. Курс можно делать, например, там в группе, в чате, в Телеграме или там в чатах ВКонтакте. Не обязательно даже делать в самом начале какие-то дорогостоящие видеосъемки, тратить много денег на какие-то ресурсы и так далее. То есть все можно сделать первично для запуска, очень бюджетно. Запускать трафик можно без денег. Сценарии, как это делать, мы даем тоже в уроках. Поэтому мы считаем, что для того, чтобы запуститься, нужна очень сильная вера в результат, нужно намерение на результат. И нужно вот это внутреннее состояние, что я иду до результата и действую, пока не получится. И не будьте подобны вот этим неуспешным Василиям, которые просто падают в уныние и сливаются при первой возможности. Да, мозг наш очень часто устроен так, что он ищет лазейки, где бы слиться. Потому что, естественно, вот здесь вот такая некая ситуация, такая приятная, привычная, а здесь неприятная, и, возможно, будет тревога. И окей, ну вот смиритесь, что так возможно будет. Возможно, не будет. Возможно, у Вас все будет идеально, гладко и так далее. То есть очень разные сценарии есть людей, которые запускаются. Но мне хочется, чтобы Вы относились к этому как вот к тому, что вот пусть будет, как будет, и я сделаю результат в любом случае, в любой ситуации. Поэтому очень важно, чтобы Вы переформировали свое внутреннее состояние. со состояния «будь что будет» до состояния «я иду до результата и получаю результат во что бы то ни стало». КОНЕЦ